Демон Астарот Средневековых гримуаров Особое внимание ему уделяет Каббала, в которой он является антагонистом божественных сферот и одним из десяти архидьяволов Первым гримуаром, в котором упоминается имя демона, считается Лемегетон Более известный как Малый Ключ Соломона В труде, содержащем информацию о колдовстве и христианской демонологии Осторот представлен одним из верховных правителей демонической армии и владыкой сорока легионов демонов ада Осторот обладает знаниями о тайных секретах, присущих каждому человеку А также располагает сведениями об истинных причинах предательства бога падшими ангелами И способен поведать о подробностях своего грехопадения Во многом Осторот имеет родственные черты с демоном Осмодеем Но в отличие от него, его облик менее уродлив И он помогает лишь в искренней страсти и похоти, семейные узы И этот аспект жизни его не интересует В целом, он является одним из самых лояльных к людям демонов Часто его изображали с книгой, на обложке которой написано «Свободные знания» Он покровительствовал всем искателям истины вне каких-либо традиций и догматов Это делает его фигуру весьма похожим непосредственно на ангела Люцифера Который отождествлялся с Прометеем и утренней звездой Титулы Осторота разнятся в зависимости от различных источников Он именуется членом рыцарского ордена Мухи Наравне с демоном Вильзевулом, Баалом, Левиафаном и другими представителями адской знати Ле Мегетон называет его герцогом А во многих других гримуарах описывается, что он являлся долгое время покровителем солнца И принадлежал к ангельскому чину престолов или даже серафимов Следует отметить, что изгнание Осторота, по записанным о нем данным, было исключительно вынужденной меры Протестом против социальной несправедливости Именно поэтому его образ часто привлекал к себе деятелей искусства, находившихся в оппозиции к общепринятым нормам и догматам Демон Осторот почитался в Месопотамии и Древнем Йемене как защитник и бог войны одновременно Согласно иудейской демонологии, является главным казначеем ада Средневековые магические гримуары утверждают, что Осторот вместе с Вильзевулом и Люцифером составляют верхушку триады сил зла В подчинении у них демоны ниже рангом Во власти Люцифера находилась Европа В подчинении Вильзевула – Африканский континент Осторот же правил Южной и Северной Америкой Многими демонологами современности выдвигается гипотеза о том, что Астарта и Осторот являются супругами Согласно иудейским преданиям, Астарта олицетворяла войну и плодородие и считалась супругой сатаны Астарта – греческий вариант произношения имени демонессы, которая известна в Месопотамской, Вавилонской и других культурных традициях под именами Иштар, Инанна и Ашторот Демониция Астарта стала с подачи иудейских писаний, сформировавших основу авраамических религий До этого большинство семитских народов почитало ее как верховную богиню Внешность Астарота, равно как и его способности, долгое время были предметом споров и обсуждений Различные гримуары по-разному описывали этого демона Однако некоторые общие черты всегда присутствовали в его образе Так, Лемегетон сообщает, что этот демон восседает верхом на драконе и имеет облик безобразнейшего ангела смерти При этом известный средневековый демонолог Иоганн Виер наоборот наделяет Астарота обликом прекрасного юноши с ангельскими крыльями Драконии или змеиные мотивы прослеживаются практически во всех упоминаниях Астарота Однако симпатичный внешний вид встречается не в каждом Лемегетон сообщает, что дыхание этого демона имеет невероятное зловоние Защититься от него можно только с помощью специального магического персня Держать который необходимо у лица Способности Астарота раскрываются далеко не так полно, как у других демонов Как и многие прочие демоны Гаэтии, он может даровать невидимость и знание кладов А отдельным подчеркивающим образ просветителя моментом является его тяга к обучению всех желающих прогрессивным наукам Дорогие друзья, если вам нравятся выпуски, поддержите канал Оставляйте свои комментарии, ставьте лайк или дизлайк Спасибо за просмотр!